Здравствуйте, уважаемые телезрители! Самое время взять в руки чашку кофе и вместе с его ароматом насладиться сегодняшней подборкой сюжетов. Ну а мы с Ксенией решили взять небольшой тайм-аут и переместиться в более комфортные условия. Но это не значит, что элемент уличной романтики и эксклюзивных автомобилей мы променяли на особняковый уют. Нет, мы с Сашей в самое ближайшее время договорились встретиться на двух очень быстрых автомобилях, равных которым среди стоковых не найдется. А я даже открою небольшую тайну. Автомобиль, на котором приеду я быстрее очень многих современных спортбайков. В таком случае я сделаю затравку. Мой аппарат легко преодолевает рубеж в 330 км в час. Угу. Отлично. Ну и самое главное, увидев эти тачки на улице в жизни, подумай, что они наделены такими, в общем-то, неординарными способностями. Ну а сейчас время более приземленных новинок, а именно Opel Astra. Запустив в массы модель Insignia, предвестника новых плавных форм, Opel спешно слепил ей копию в формате Astra. Поэтому революции в полном смысле слова не свершилось. Кроме той, что самый продаваемый автомобиль в линейке этого производителя утратил характерную марки резкость линий. Пятидверный хэтчбэк, по заверениям производителя, плод амбициозных задач, целью которых являлось внедрение высоких технологий в данный класс. Например, шасси представляет собой мехатронную систему, которая включает в себя механические функции и электронное управление. Умная подвеска Opel FlexRide имеет три режима жесткости и постоянно адаптируется к условиям дорожного покрытия. Из инноваций стоит отметить новое поколение биксеноновых фар, которые меняют интенсивность освещения и форму светового пучка в зависимости от внешних условий. А также распознающие дорожные знаки камеру переднего вида. Линейку моторов представляют 8 силовых агрегатов, 4 из которых бензиновые, рабочими объемами 1,4 и 1,6. Их диапазон мощности варьируется от 100 до 180 лошадиных сил. Ксения, у тебя, у человека, который терпеть не может холод, слово «Айс» наверняка вызывает мурашки или можно даже сказать озноб. Ну, смотря в какое время года слышать это слово, но даже в эту осеннюю прохладную пору оно на меня не действует. Естественно, потому что знаешь, о чем дальше пойдет речь об автомобиле серии «Айс». Зритель наверняка себе представил айсберг или торос на четырех колесах, причем явно отдающий таким ледяным холодком. У всех воображения разные, чтобы быстрее его дополнить реальностью, самое время сказать слово «Айс». Легкий налет гламура никому не противопоказанный даже такому внедорожному пахарю, как Land Rover Defender. Его сильные стороны известны, а вот слабые раскрываются только сейчас. Оказывается, и ему не чужды пестрые наряды, а этот фасон называется «Айс». От этого прикида он ничуть не стал холоднее. Наоборот, заставляет таять лица и с интересом обращать на себя внимание. Еще бы, воин старой закалки с заметными шрамами заводской клепки и с таким мирным видом горожанина. И наверняка в потоке находились те, кто представлял, как я ночами корпел в гараже над тюнингом своего утилитарного вездехода. Сегодня, конечно, модно окрашивать капот с крышкой багажника и крыши в черный цвет, но я уверен, что настоящим мужикам на Defender подобное в голову не придет. Другое дело производитель. Он волен в своем творчестве на права художника. Таким образом, Land Rover привнес очередное вкусовое разнообразие в линейку культового автомобиля. Причем белоснежный Ice с черным вкраплением дополнен жарким Fire с одной лишь разницей. Та же темная маска, все остальное огненно-оранжевый. Эти породистые двойняшки доступны в 90-м и 110-м кузовах. Ограничения лишь в малом количестве этих серий для российского рынка. Вид теперь, конечно, игривый у Defender Ice, и даже военная выправка стала более фривольной. Стильные диски точно такие же, как у версии из VX и передняя оптика, и задние светодиодные фонари, и только лишь, пожалуй, пороги, не хромированные, а черного цвета. Зато в салоне разница налицо. Здесь свой стиль подчиненной арктической строгости. Первое, что обращает на себе внимание, центральная консоль белого цвета. Причем инородный этот кусок снега на пласте чернозема приборки совсем не смотрится. Равно как и передние кожаные кресла, включая задние, которые обзавелись, доселе непозволительной роскошью – серыми вставками из алькантара. Кстати, этой мышиной крутотенью обтянут еще и центральный бокс, который дополнительно выступает в роли подлокотника. Еще один брендовый писк в формате Defender – это тисненный логотип Land Rover на подголовниках. Вот это полный айс. Галерка и одновременно багажный отсек предлагают рассадку двух пассажиров на откидные кресла, либо максимально полезный объем, когда они в сложенном состоянии. Единственное неудобство – сопряжено в посадке и высадке через заднюю дверь. Но, как правило, живой балласт на борт 90-го Defender берется крайне редко. Правильная во всех смыслах силовая составляющая осталась без изменений. Это турбодизель объемом 2,4 мощностью 122 лошадки, шестиступенчатая механика и раздаточная коробка с блокировкой межосевого дифференциала. Сегодня я не стану обращаться к недалекому прошлому. В нем многое пройдено и испытано. Defender уже достаточно доказал, кроме еще некоторых возможностей, которые стоит попробовать в условиях, созданных специально для него. К примеру, спуск 45 градусов почти отвесной стены при полной блокировке и пониженной. Главное не трогать педали и держать руль, тогда маневр будет совершен максимально правильно. А потом, следуя тем же принципам вождения, то есть фактически полного бездействия, начать победное восхождение. Тяга у Defender паровозная, и он на одном чихе исполняет подобные трюки. Равно как и играючи реагируют на диагональное вывешивание и прочую муть в виде валунов или лестниц. Конечно, предел возможностям есть, но он отодвинут на дальний рубеж, где разум граничит с безумием. Автомобиль грубый, мужской, но способный на большие подвиги. И главный из них всегда находится за пределами полотна асфальта. Невзирая на яркую внешность, на все эти примочки самое главное, Defender остался самим собой. И это его козырь. Автомобиль не для каждого и не для всех. Саша, тебе не кажется, что в последнее время модельная линейка Toyota стала не то, чтобы однообразной, а какой-то безликой? А я уже давно об этом говорил. Дизайн стал характерно обмылистым, невзрачным и без акцента на европейский вкус. Зато есть пресловутая надежность и отсутствие должного сервисного обслуживания. По крайней мере, у российских дилеров. Да, этого не отнять. Автомобили продавали как пирожки, а за маслом для этих пирожков заставляют выстраиваться в долгие и длинные очереди. Сегодня я представлю новый Verso, тест которого провел в Португалии. Это еще один скромный подарок от Toyota. Слишком быстро повзрослев, новый компакт-вэн решил разорвать родственные связи с матерью, о чем свидетельствует отсутствие онной записи во всех документациях. Соответственно, имя Королла не фигурирует на крышке багажника. А примкнул он теперь, скорее всего, к отцу, потому что в передней части слишком много схожих черт с лицом нового Венсис. Нельзя сказать, что этот однообъемник трансформировался во что-то неузнаваемое. И любой в нем признает безошибочно новое поколение универсального семейного автомобиля от Toyota. Багажник, конечно, не гигантских размеров, но с легкостью позволит разместить в своих недрах несколько чемоданов. Ну и, соответственно, для семейной вылазки его размеров более чем достаточно. А если сложить спинки второго ряда, здесь вполне поместится даже холодильник не самых маленьких размеров. Для европейского покупателя этот автомобиль по-хорошему как был, так и остается пятиместным. А вот третий ряд – это хороший такой довесок для семейных пар, у которых есть маленькие дети. Когда я выседал на галерке, второй ряд я полностью сдвигал вперед. Но если я даже отъеду наполовину, ну, вы сами все понимаете. Три кресла раздельные и имеют независимые регулировки. Единственное, меня напрягает, как регулируется по углу наклона спинка. Потому что клавиши не здесь, чтобы было бы логичнее и удобнее, а в самом верху. И это доставляет определенные неудобства. Итак, чем располагает семейный автомобиль? Двумя откидными столиками с подстаканниками держится. В торце центрального подлокотника розетка прикуривателя. Естественно, кармашки в дверях и солнцезащитные шторки. Передняя панель полностью оригинальна, а в верхней части имеет мягкую прослойку кожуры. Щиток приборов вверху и немножко повернут в сторону водителя. Центральная консоль не перегружена. В данном случае это монитор навигации и камеры заднего вида. Чуть ниже блок управления климат-контролем, селектор КПП под рукой. А вот локоть, что мне не нравится, упирается в абсолютно жесткий подлокотник. При первом запуске двигателя у автоматической трансмиссии есть хорошая особенность. При переводе с электро КПП с положением паркинг в реверс или драйв автомобиль не тронется с места. Это произойдет либо через несколько секунд, либо нужно дать команду, соответственно, педалью газа. Вот, он так присел, как будто удерживаемый на ручнике, и поехал. Я не скажу, что мне неудобно сидеть, но анатомические особенности моего тела и кресла немножко не совпадают. И вот спина, как бы, немножко ощущает себе дискомфортно. Очень неплохо сочетаются 147-сильный 1.8 и 7-ступенчатая трансмиссия. Мотор неплохо везет, а коробка своевременно и очень быстро подтыкает необходимые передачи. Если хочется чуть быстрее, резче перемещаться в пространстве, можно прибегнуть к режиму спорта. Упс, сразу отсекаются две передачи наивысших, седьмая и шестая. Либо перейти к ручному управлению передачами. Кстати, коробка очень быстро понимает подрулевые лепестки. Рулевое управление, безусловно, должно понравиться. Автомобиль очень послушный, даже в азартных виражах не утрачивает информативность. Баранка все время имеет такую среднюю свинцовую наливочку. Ну и, естественно, нужно понимать, что я говорю про рулевое управление не спортивного автомобиля, а компакт-вена. Я обнаружил две странности, диаметрально противоположные принципам Тойоты. Все четыре электростеклоподъемника с функцией авто, как на опускание, так и на закрывание. А вот поворотники не желают несколько раз моргнуть при перестроении, когда я однократно касаюсь подрулевому рычажку. Подвески уже традиционно для Тойоты мягкие, комфортные и всеядные. И в то же время это не мешает им обеспечивать автомобилю хорошую устойчивость на дороге. Ну что ж, новый Verso хорошее подспорье тем, кто активен и не любит путешествовать в одиночку. А вот насколько он соответствует вашим запросам, это можно узнать только после личной примерки. Ведь кто-то ищет многообразие удобств, а кто-то даже драйв, пусть и в формате семейного автомобиля. Начиная с сентября мы регулярно вознакомили с турнирной сеткой Mazda 3 Challenge, который проходил в различных российских городах. Суть была проста. Дилеры предлагали всем желающим пройти тест на новой трешке, чтобы выявить лучшего на специально подготовленных трассах. И вот после долгих и многочисленных этапов победители региональных соревнований встретились на гоночном кольце в Мечково. Где собственно и состоялся финал, победители которого поедут на знаменитую северную петлю Нюрнбург-Ринг. И надо сказать, это настоящие счастливчики. Финал соревнований Mazda 3 Challenge получился совсем не похожим на отборочные этапы. Если заезды в городах России были в большей степени шоу, а не гонкой, то здесь в Мечково все совсем по-другому. Быстрые автомобили, скоростная трасса, лучшие пилоты, война их нервов. Так кому же достанется поездка на Нюрнбург-Ринг? Гоночное кольцо в подмосковном Мечково встретило триумфаторов региональных заездов весьма неприветливо. Свинцовые тучи обложили небо до горизонта, а постоянный дождь сделала скоростной трассы трек для проверки шин на аквапланирование. Но во время утренних пристрелочных заездов участники словно и не замечали погодных сюрпризов. Каждый вел Mazda 3 почти на пределе ее возможностей. Причем безошибочно. Результаты всех 28 гонщиков отличались на пару секунд максимум. Здесь очень много жестких торможений, медленных поворотов, перед которыми надо сильно тормозить, и скользкий асфальт. Поэтому выигрывает не только тот, кто отважен, но и тот, кто на самом деле умеет управлять автомобилем, расчетлив, хладнокровен и так далее. Оказалось, что самым важным качеством на пути к победе стало даже не умение водить автомобиль, а именно хладнокровие. Как только началась непосредственно соревновательная часть, гонщики стали допускать многочисленные ошибки, из-за которых машины покидали асфальт. На диске налипало огромное количество грязи. Организаторам соревнований пришлось даже выкатывать дополнительные трешки, пока очищали колеса боевых машин. Ну, конечно же, психологическое давление есть. Ну, представьте, человек выиграл в своем регионе соревнования, приехал в Москву, его привезли в Москву. Есть возможность поехать в Германию на Нюрблоклинг, на Норршляйфе. Конечно, он переживает, старается, поэтому кто-то ошибается, кто-то наоборот перестраховывается. Это нормально. У всех четыре попытки, я думаю, что каждый сможет себя показать. Организаторы не объявляли время круга во время гонки. Однако это не помешало гонщикам и многочисленным болельщикам производить собственные замеры времени. Конечно, они были не столь точны, но ответ на вопрос, кто еще претендует на победу, а кто уже нет, давали. Так, новоиспеченный победитель «Мазда Челлендж» после трех не слишком удачных заездов в последний, четвертый раз, решил проехать на все деньги. И этот отвязный заезд принес ему победу. В автогонках я не участвовал. Единственное, что увлекаюсь ездой на автомобиле. Очень много езжу, очень много. То есть, как бы, постоянно. И в Крым не раз езжу, езжу в год не раз в Крым езжу. Когда был совсем молодой, очень педотично подходил к обучению. По книге Цыганкова всякие отрабатывал приемчики и так далее и тому подобное. Ну, наверное, больше из-за того, что это действительно мое хорошее хобби, мне это, наверное, и помогло. Занявшие второе и третье места гонщики радовались так, словно они победили в этих соревнованиях. Можно сказать одно – они точно не проиграли, ведь компания «Мазда» пригласила их поучаствовать в заездах на Нюрнбург-ринге вместе с победителем. Если вы помните, в прошлой программе участником нашего теста выступил Сузуки Гранд Витара. Причем дважды еще и на бильярдном столе. О, вспоминаешь свой позорный проигрыш? Ну, если бы он был позорным, я бы о нем не вспомнила. Снимай шляпу. Так вот, сегодня мы решили пройтись по нашей великолепной шестерке и сделать обзор ближайших конкурентов. Выявить сильные и слабые стороны этого самурая – так сказать, дать оценку его амбициям. Сегодня борьба за место под солнцем в классе кроссоверов идет едва ли не ожесточеннее, чем в самом востребованном кольт-классе. Виной тому – захватившая мир мода на все универсальное. А на кроссовере и в городе удобно, и на бездорожье не страшно. Поэтому все мировые автопроизводители, от японских до американских, ринулись этот сегмент осваивать. Теперь любой дополнительный штрих или новая опция в автомобиле способна переманить новых покупателей. Возможность выбора позволяет решить партию в свою полису. Сейчас одним из сильнейших игроков является Сузуки Гранд Витара. Один из бестселлеров российского рынка меньше года назад претерпел легкий рестайлинг и обзавелся новой линейкой двигателей. А именно, в дополнение к моторам объемом 1,6 и 2 литра добавились более мощные 2,4 и 3,2. Это значит, что есть возможность подобрать автомобиль под любого водителя. Неважно, гонщик ли он по натуре или пенсионер. Чего-чего, а проходимость у Гранд Витара не отнять. Постоянный полный привод и независимая подвеска. Это те качества, которые гарантируют устойчивость автомобиля на дороге и плавный ход. Добавим к этому блокировку межосевого дифференциала и пониженную передачу. Таким оружием может похвастать далеко не каждый одноклассник. Еще один привлекательный для покупателя момент. Сузуки сегодня единственный представленный в России производитель кроссоверов, который предлагает машину в двух кузовах. Гранд Витара существует как в трехдверном, так и в пятидверном вариантах. Ни Тойота, ни Ниссан, ни Митсубиси не может порадовать таким разнообразием своих клиентов. Ну и наконец главный козырь, который делает нашего сегодняшнего героя реальным претендентом на лидерство великолепной шестерки. Это соотношение цена-качество. По этому параметру у Гранд Витары вообще конкурентов нет. Например, Тойота РАВ4 с мотором того же объема стоит 1 миллион 300 тысяч рублей. Сузуки Гранд Витара в пятидверном исполнении 750 тысяч рублей. А трехдверка стоит еще дешевле. Я всегда говорил, любой международный автосалон для нашего зрителя это праздник, а вот для журналиста это траур подстоптанной обуви. Зато такийский автосалон вызвал неподдельный интерес. Ведь во Франкфурт, кроме Мазда и Сузуки, производители из страны восходящего солнца так и не доехали. Да, и вот сегодня наш зритель узнает, это было сделано из-за отсутствия новинок или из-за банальной экономической скупости. Либо из-за того, из-за другого. Но сейчас мы это выясним. 21-й токийский международный автосалон, прошедший в Японии, остался практически незамеченным за ее пределами. Дело вовсе не в отсутствии новинок, и их-то выставлено предостаточно. Все из-за отсутствия зарубежных гостей. Еще весной в автомобильном мире ходили слухи о том, что токийский автосалон и вовсе могут отменить. В итоге салон проводят, но от участия в смотре отказались почти все автопроизводители Европы, США и Южной Кореи. Так Европа невольно ответила японским концернам, большая часть которых не приехала на сентябрьский автосалон во Франкфурт. Вообще тенденции в японском автомобилестроении прослеживаются совершенно определенные. Площадь идеальной машины не должна превышать полутора квадратных метров, сама она должна заряжаться от розетки и в названии содержать секретный код, который невозможно запомнить. Всем этим требованиям соответствует электрокар FTEV2 от Toyota с джойстиком вместо руля. Донором для этого микроавто послужил сити-кар Toyota IQ. Или взять тот же Nissan Land Glider. Этот шириной с мотоцикла автомобильчик рассчитан на двоих ездоков, сидящих друг за другом. Особенность концепта в том, что его практически невозможно перевернуть. При входе в поворот кузов наклоняется. «Гроза бездорожья» компания Mitsubishi, видимо, тоже стремится к вышеописанному идеалу. Возможный приемник модели Outlander XL, концепт PX-MI-IEV, тоже оснащен гибридной силовой установкой. Но привычный для кроссовера размер пока сохранил. Экспозиция компании Honda особенно порадовала. Прежде всего потому, что ее машины оказались более красивыми, нежели футуристичными. Пример тому спортивное купе CR-Z, которое поступит в продажу летом 2010 года. Для семейных людей Honda припасла компакт-вэн Skydex со сдвижными задними дверьми. А прекрасный пол наверняка будет в восторге от милого ретроэлектромобильчика EVN, который является реинкарнацией модели N360, выпускавшейся до 1970 года. Lavra и Nissan GTR, видимо, не давали покой инженерам Lexus. Только этим можно объяснить появление модели LFA, которую уже обозвали суперкаром. Технические характеристики, конечно, не заурядные. 553 лошади, 3,7 до сотни, максималка 325 км в час. Но от суперкара здесь скорее амбиции и цена. По словам представителей компании, всего будет выпущено 500 экземпляров, а ценник на LFA начинается с отметки 375 тысяч долларов. Первый гибрид от Subaru, Hybrid Tourer, показал публике, что эта компания все еще способна делать красивые автомобили. Помимо дверей типа «крылья чайки», концерт начинен инновациями. Тут и стереокамера, которая помогает избежать толкновения, аж целых два электродвигателя и вариатор в придачу. А о том, что значительную долю Subaru контролирует Toyota, напоминает элегантное спорткупе FT86, созданное этими компаниями совместно. Слушай, а хорошо в такой обстановке, да? Горячие напитки, еще бы тортики прикупить. Ну-ну, не расслабляйся. Помни о нашей будущей автомобильной дуэли. Или ты уже передумал? Ни в коем случае. А тем более от сладка можно в обездвиженном положении быстро располнить. То-то же. Поэтому самое время прощаться. Я вам говорю до свидания, до следующей субботы. Ну, а я прежде чем сказать прощальные слова, хочу сказать спасибо Рэйчел, которая помогла в ведении сегодняшней программы. Ну, а теперь всего вам хорошего и удачи на дорогах.